здравствуйте дорогие братья и сестры мы с вами сегодня решили рассказать одну поучительную историю из нашего с ним знакомства 2009 году когда у меня была депрессия связи с тем что я не замужем мой пастор пригласил меня на конференцию поехать за 1500 километров другой город на большую такую годовщину да и он сказал что я тебя с кем-нибудь там познакомлю поехали буквально через неделю приходит бог и мне говорит о том что я должна туда поехать но у бога были свои планы у меня были свои планы вот и когда я туда приехала там было такое множество людей там несколько тысяч и конечно же есть ни с кем не познакомилась вот мой пастор попросил одну девушку которая живет вот в том городе до в киеве познакомить меня с кем-нибудь но она сказала мне такую интересную фразу она мне сказала анжела я знаю какие тебе парни нужны мне тоже такие же нужны таких среди моих знакомых нет к сожалению я не знаю с кем тебя познакомить весь весь прикол что ли в том что буквально через пару месяцев я знакомлюсь через ин виктори со своим будущим мужем и как оказалось они вот эта девушка и мой муж ходят в одну и ту же церковь она в одну они с одной и той же компании и хорошо очень друг друга знают а почему она не рассматривала его к кандидатуру для меня потому что у нас есть некое представление да кто кому подходит где может получиться где не может получиться у нас есть некоторые шаблоны в голове но бог он совершенно другой он совершенно другой он может он может он сочетает то что казалось мы бы никогда не смогли понять что как это возможно сочетать вообще на самом деле мы с анжелой очень разные люди мы до внешне отличаемся да то есть анжелика она у нее есть какие-то восточные моменты во внешности да мы с разных стран и у меня также был образ своей будущей второй половинки немножко другой чем анжелика и я в принципе согласен с этой девушкой почему она не увидела меня как кандидатуру анжелике потому что действительно мы разные люди что самое интересное если бы я так себе представлял если бы когда я не знал анжелику поставить несколько девушек да и где была бы также анжелика то я бы возможно даже анжелику не рассматривал как кандидатуру кандидатуру себе в жены потому что у нас у каждого есть какие-то определенные наши шаблоны до стандарты каким мы видим свою будущую половинку и вот в этом то и вся соль да что бог зачастую смотрят иначе да и бог он видит и глубину он знает гораздо лучше чем и кто нам нужен я часто очень часто об этом говорю поэтому дорогие друзья не нужно слишком привязываться к своим представлениям шаблоном и выбирать свою вторую половинку чисто руководствуясь на нашим мышлением и мозгами грубо говоря то есть нужно в первую очередь прислушиваться внутреннему голосу нужно прислушиваться сердцу и богу который говорит через наше сердце недавно общался с одним братом по поводу второй половинки его да и он говорит что немножко уже запутался скажем так в этом вопросе устал от этого и когда я с ним общался я понимаю что человек немножко больше руководствуется вот именно своими мозгами выборе второй половинки то есть у него есть определенный стандарт и он отсекает всех людей которые не соответствуют этому стандарту это не есть правильно на самом-то деле то есть я ему говорю ты больше вот прислушивайся давнут и внутри то есть не смотри там рост вес там форма подходит не подходит просто прислушивайся сердце вот к этому человеку да то есть если что-то что-то тебя цепляет и потом уже смотри там на свои стандарты потому что на самом деле знаете девушки не меняются с возрастом если кто не знаю да так так же как и и мужчины тоже то есть поймите что вы сейчас женитесь на она такая молодая вся красивая до через десять лет нам будет совершенно другая из и остается только личность личность да она как бы не не меняется особо мы часто говорим о том что вообще не не существует такого понятия как мой тип мужчины мой тип женщины дорогие не привязывайтесь к стереотипам потому что один бог знает что из чего можно сотворить в книге притч есть такое местописание то есть соломон пишет о том что он не может понять пути мужчины к девице то есть о чем здесь сказано о том что бывает но действительно тяжело понять как как у два человека сошлись друг с другом казалось бы в одну возможно но не всегда знать есть есть пары которые сильно похожи они очень подходят другу это все видно но это не всегда так и вообще вот это таинство да когда люди знакомятся когда люди женятся иногда она мы даже не можем понять как это все происходит то есть не все подвига можно осмыслить логически до своим умом поэтому в этом вопросе нужно очень доверяться богу м 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